С добрым утром господа. Сейчас еще сгоняем это, похаваем, сгоняем на тесто. Надо здесь пособирать. Михалыч, походишь, да, пособираешь? Угу. Сейчас это кейф дочистит, ножик освободит. Это мы завтрак готовим. Вот, собрали буквально за 15 минут. То есть ухи не будет, да? Ухи не будет. Рыбы пока нет. Будет грибовница. Будет грибовница. Ну, это хорошо все. У нас еще есть банка тушенки за 40 рублей, которую все боятся есть. Ну, вот такое производство. Потанина. Высший сорт. Санкт-Петербург, не знаю, надо вскрывать. Не, я сейчас помою все это, схожу и открою эту банку. Все-таки мы попробуем. Не переключайтесь. Ой, прекрасная погода, дождик прекратился. Все, как мы любим. Подъем. Надо идти за щукой. Ну, слушай, кусок-то неплохой там, да? Ну, да. Что-то есть. За 40 рублей. Ну, сейчас оттопится, посмотрим. Главное, что мы потом за 40 рублей не бежали туда, блин. На остров. На другой. Неплохо, неплохо. Ну, что ж, ребята, занимаемся троллингом. Вот, значит, у нас там вся история в воде. Наживочки. Сейчас будет вдаривать щучка. Идем вдоль берега, вдоль камышовой истории. Дождливая погода. Такие сводки новостей на сегодняшнюю секунду. Не переключайтесь. Дальше будет интереснее. Ждем рыбу. Так, покидаем здесь немножко. Мне кажется, быстро тянешь. Щука не успеет. Ну, хотя, кто их знает, эту щуку? Помедленнее, мне кажется, Сереж, надо. Ну, хотя, хер его знает. Пробуй всяко. Вроде бы дождик прекратился. Ну, так, период у меня заносит сладоги. Там у нас ладога открытая. Здесь немножко за воде острова. Ага. Погода хорошая, Леди Дветльмены. Троллинг продолжается. Видимо, рыба ушла за кордон. И мы уходим туда же. Что-то ребята поймали, на мотор намотали какую-то браконьерскую сеть. Ну-ка тяни, Серега. Бля, что-то за катонитка. А, или резинка, ты говоришь? Интересно. Что это там у нас на конце? Вот мы рыбы-то тут сейчас и достанем ведро. Ведро. Кто-то тут какими-то растяжками баловался. Странно. Еще резинка, говоришь, да? Да. Ага. Точно плохо резинка. А че-то как это? А? Тяну? Что-то там на конце есть какая-то херня. Я эту воду нахуй. Нет. А! А, держи, потом. Что там, бля, хочу. Главное, на резинке я такой рыбалка не занял. Как-то на резинке тоже как-то. Ну да, видимо, растяжечку делают. Хер знает. Ну, тут ходили ребята вчера тут по ночам что-то. Фонариками светили. Ну, че они тут могли. Так это где-то... Как это можно растянуть? Как это понять, где это конец, а где край? Главное, резинка не прыгнет. Не идет. Ну-ка, подержи камеру. Уходим на завтрак. Ну что ж, ребята, время рыбачить, а время и пообедать. Посмотрим, что тут мужики приготовили. Обалдеть. Здесь тушенка, грибы местного, да? Местного острова. И картошка, которую мы... Которую Иван привез с собой. Ну, ребята, тут красота какая, а? По грибочке вышел я. Лепота. А вот гриб. Вижу. Так. Оп. А! Так, это что? Гнилые, ребята. Ага, мотор. Вот я немножко неправильно сейчас встал. Так, ну вот у нас уже потеплее стало. Приведем себя немножко в порядок. Вот видите, за мной отвесная скала. Такое ощущение, что там были срезы вот так. Раз. Два. Как будто бы срезали скалу. То есть достаточно видно, что... Рельеф местности неприродный. Резкий обрыв. Вот. Рядом соседний остров. Сейчас я туда пойду за грибом. Снимаю на телефон, так как камера уже села. Ну вот, интересная тема, да? Давайте я вам сейчас вот так вот покажу. Такая вот история. Так вот срезы, видите, такие? Раз, раз, очень хорошие. Ну, туда мне, конечно, не зайти далеко. Но вот обратите внимание, примерно вы поняли, о чем я. А мы идем, переходим эту реку вброд. Так что не переключайтесь, леди джентльмены. Ну вот, господа, я перешел на другой берег. Как вы видите, вот этот срез. Вот. И снизу очень своеобразное. А-а-а-а-а-а-а! Какое эхо! Эхо здесь гуляет. Заметьте, снизу идет каемочка такая интересная, полоса. Вот это тоже интересно, да? Так, либо это порода так отличается от верхней части, да, внизу. Либо это какой-то вот шел тут инструмент. Срез был при помощи какого-то вот инструмента, который как бы немножко каемочка уставлял. Но сложно сказать. Сложно. То ли это уровень воды был когда-то такой повыше. Сейчас он спал. Ну, пишите ваши варианты. А мы продолжим исследование вот этого острова. Сейчас пойдемте наверх. Ну и все, посмотрим. Грибы здесь более разнообразные. Вот смотрите. Это под березы, там красноголовик гнилый еще. Внизу остался. Ну, смотрим. Конечно, он червивый. Ну, верхушка-то, в принципе, могла бы быть ништяк. Но все же выбирать тут мало из чего можно. А вот ножку я зря так сломал. Ножку я, пожалуй, возьму. Чистая ножка. Но и этот дурак тоже весь гнилый. Так что движение продолжается. Леди и джентльмены. Тоже немножко все гнило. Но вообще ладно. Ладно, все не те. Ну-ка. У меня все гнилое. Ёлки-палки. Так, ребята, плохо себя вижу. С того острова я пришел. Сейчас идем вот по этой красоте. Ну, просто наверх. Да. Да. Да там я ходил вроде гнилые. Здесь, кстати, есть красноголовик и подберезовик. На этом острове. Здесь есть красноголовик и подберезовик. На этом острове. А там не было, не видел. Ну, согласен. Я хочу этот изучить. Островок. Что-то это странное. Какие птички интересные. Так, красивые. Ребята. Какие интересные. Видно. Ладно, берем эту вершину. Ну что ж, господа. Вот поднялся на самый верх. И смотрите, что здесь происходит. Как будто неопознанный летающий объект садился. Все кроны все повалено. Все деревья завалены. То есть вершина, как будто, я говорю, здесь что-то села и продавила все деревья и кустарники. Но это, конечно, мои фантазии, леди и джентльмены. Скажете вы. Но все это очень занятно и интересно. Чем это ветром или чем это могло все. Или это человеческий фактор. Ну как, смотрите, ну ураган, допустим, да, сломанный ствол. Ну, может быть, гнилой действительно, может, подгнил. Что-то с корнями выдрало. Может, ветра. Не знаю. Вот это сама вершина. А вообще, я наблюдаю на этих островках очень много сгоревших, очень много сгоревших как бы деревьев, обгоревших. Поэтому, если аппарат большой садился, то он, конечно, обжигал все, выжигая все пространство. Ну, либо пожары были на всех островах. Сложно сказать, судить вам. Ну, вот, на первый взгляд, такое впечатление, что здесь вообще либо лесоповал был какой-то, ну, а все хаотично, все. То есть, вот как будто что-то вот так и все как бы повалило. Повалилось. То есть, не топориком работали, знаете, все как-то так вот переломано. Вот. Вся округа. Вот она. Вся округа. Ребята. Вершина. А вот он уже, финский залив во всей красоте. Северная сторона. Видимо, там уже у нас Валаам где-то. Такая вот красота. Тара-та-та. Ну и лесоповал да удивляет, кстати. Что бы это значило? Пишите в комментариях, откуда здесь столько дров. вершина главная. Снизу нормальная. Вот вершина. Может ветер поломал. Все возможно. Ну вот здесь вот повыше, вот она высокая точка самая. Вот здесь. И наверху все поломано. самая красота, конечно, это вот там. Это вот там. Да, немножко тяжело здесь ползать. Уважаемые леди-дзентльмены. После вчерашнего вечера. Ну вот. Зачем мы собственно сюда ползаем? Давайте посмотрим. Я его немножко уже надломил и понял, что это подберезовик, но он ушедший. Потом я что заметил трясущимися руками. Взял камеру и вот так вот попытался надломить вот эту ножку. И ну раз такая красота вооружившись вот таким инструментом тут уже слизняк какой-то сидит. свизняк где? Почему не в фокусе? Накоточки не стрижены, не обращайте внимания. Я в походе. оп. Что там шуркается? такая красота, ребят. не очень хорошая. ну ладно ножку возьмем так подождите что-то я еще хотел показать смотрите что мог добраться ну вот это ситуация ушедшая ладно вон еще один ребята все это немножко вам поснимаю чтобы в эту красоту видели вот еще один вот еще один блин шел к тому здесь вот еще один друг прячется это что это что нет это не волнушка какая-то хотя похоже под березами шляпа хорошая слизня посмотрел я конечно все они немножко гнилые но это за сна да конечно еще конечно это все ирвань А что, на дальний не пойдем? А? На дальний не пойдем? Нет, я верю, я верю с вами. Может на дальний стоять? А вот здесь вообще не все там вещатые, грязные. Это Питер, детка. А вернее Карелия. Вы заходите, если что.